Друзья, всем привет и добро пожаловать в мой новый влог. Я откровенно прячу свои боевые раны после вчерашнего шоу. Оно состоялось у нас спустя полгода подготовки. Около 30 профессиональных танцоров сделали очень классный перформанс. Было много спонсоров, много зрителей. Это было безумно классно. Я все прикреплю в этом влоге. Также поговорим про мои конные тренировки. Я расскажу, сколько они стоят, как они проходят. И так как я начала заниматься почти два месяца назад, то есть я как новичок, такой еще неопытный всадник. Я только прохожу через все такие тернии. У меня очень много эмоций, мне есть чем поделиться. В общем, я надеюсь, что этот влог будет для вас полезным, он будет интересным, и вы получите массу удовольствия. Приятного просмотра. Ну и подождите. Конечно же, я вставлю в начало влога потрясающий вид, который у нас открывается на рисовые поля. Безумно счастлива, что мы сняли классное жилье, сняли на год. Здесь внизу бассейн. Может, чуть попозже сделаю обзор. Закаты здесь просто невероятные. Красота. Все. Идем во влог. Итак, это моя тринадцатая тренировка и первое занятие с жердями. Это деревянные палки, которые лежат на манеже внизу. Скажу честно, случился полный эпик, когда лошадь побежала рысью между этих жердей. Я перепугалась, так как меня еще не учили сидеть. Мы не отработали посадку, но случилось, как случилось. В следующий раз я была внимательная. Я очень рада, что уже уверена и спокойно могу себя чувствовать, когда лошадь снимает с корды. Это такой длинный большой повод. В прошлых влогах вы можете увидеть, как я начинала все виды рысей отрабатывать на нем. Сейчас мы делаем только два вида рысей. Это учебная и строевая. Я еще только учусь. И недавно мне состоялось занятие. Мне уже дали хлыстик, дали новую лошадь. Не обошлось, конечно, без своих интересных случаев. Особенно, когда лошадь просто не хочет тебя слушать абсолютно никак, потому что чувствует, что ты еще такой профан, новичок. Тебя можно покатать, куда-то увезти не туда. Она не хочет слушать твои команды, но в итоге ты понимаешь, что ты должен быть уверен в себе, в своих лидерских качествах и направлять лошадь именно в ту сторону, в которую нужно тебе, иначе занятие просто уходит в никуда. И так как занятие длится всего 45 минут, и плачу я за него 4500 рублей, естественно, мне бы хотелось максимально эффективно проводить это время. Но, к сожалению, я понимаю, что в первую очередь результат зависит от меня, а дальше уже от коня, и только в третью очередь от тренера. По крайней мере, я очень в это верю, чтобы как можно больше мотивировать себя не бояться, быть уверенной и максимально эффективно и с кайфом проводить это время на конюшне. Всем приветики! У нас сегодня репетиция, весь день готовимся к шоу. Я, кофе, немного пончиков, сейчас вам поснимаю немножечко таких закадровых моментов, как проходит подготовка. Ну, в общем, все увидите. Репетиция, много пончиков, вообще красота в ожидании кофе. Слушай, ну, получается, за еду работаем. Получается, танцуем за еду. Что вы знаете об уровне профессионализма? Так, вот такая у нас гримёрка шикарная. Здесь сцена, прогон, здесь будет еще маленькая сцена, здесь будет много света. Короче, все покажу. Такая вот рассадка. Горос, what you can say about rehearsal today? Do you like it? It's gonna be crazy, but good. Very good. Yeah, but it's going to be amazing, definitely. Так, сейчас будет какое-то совещание. Так, у нас закончился первый прогон, сейчас мы все переодеваемся. У нас будет еще одна репетиция, прям такая, от и до. Вот так тут у нас все происходит. Это название кусков. И, соответственно, здесь будут внизу костюмы валяются. Все написано. Для кого что, все вот здесь внизу. Немножко все хаотично. Смотрите, какая прелесть. Девчонки фотографируют, проявляют. Это я сейчас проявляю здесь, как обычно, в своей коронной позе. Алла, это ты. Похоже? Пссс, это не я. Это ты. Нет, это Сара. А, это Сара. Это ее маска. Наше расписание. Инвентарь. Такое тут за кулисием. Немножечко снеков, воды. Все для номеров. Аккуратненько тут разложено. Там еще дальше сквозной проход. И немножечко за сцену сейчас выйдем. А мне нужно немножечко развязаться. Мы закончили, сделали все прогоны. И наконец-таки едем домой. Друзья, всем привет. Сейчас у нас уже подготовка идет к шоу полным ходом. Я уже в конференц-зале. У нас через полчасика начинается прогон. И только через 6 часов наше основное шоу. Сейчас буду снимать немножечко таких закадровых моментов. Как это все происходит. И по мере продвижения буду держать курс. Пока что у меня прекрасное настроение. У меня много сил. Я очень хочу на сцену. Серьезно, я очень соскучилась по зрителям. По свету, по эмоциям. По вот этому вот вхождению в образ. В общем, я обожаю сценические выступления. Я в принципе обожаю зрителя, камеру. Так что это прям моя такая атмосфера. Я вообще счастлива, что я сегодня здесь нахожусь. На секундочку. Мы готовились к этому шоу полгода. Чтобы вы понимали, репетиции постоянные. В последний месяц они у нас вообще происходили каждый день. В общем, буду держать вас в курсе. Пошла уже собираться. Посмотрите, какая красота. Мы как на проекте подиум. Я в восторге. Просто росказ. Мама, я в проекте подиум. Блин. Тут у нас торчат, короче, гвозди. Их отчаянно пытаемся заклеивать. Такой вот у нас зал большой. Мы ждем нашего следующего куска. Короче, мы пакеты надевали на руки. И у нас вылезали в купальники, чтобы потное вот это все на себя натягивать. Через пакеты вот пролезали. В руку больше никак не надевалось. Вот веришь, нет, вообще никак. У девочек парики. А у нас просто будет костюм стюардессы. Да, вот я такая бортпроводница сегодня. Так, второй костюм стюардессы номер два. Посмотрим, как все это будет на сцене. Извините за всратное зеркало. А это наш шведский стол. Надо налетать. Пока что-то есть. Смотрите, как потрясающе кормят. Офигенчик. Слушайте, ну красота. Если вас так не кормят, я вообще предлагаю вам нигде не участвовать, не танцевать. Мы уже сходили, проветрились. Давай, Алла, за отличное выступление. Ура. Честно говоря, выглядит вроде чуть-чуть потрепанно, уставший. Алла, немножко после йоги, медитации, на хелси зоже двигаемся. Короче, у нас сейчас будет макияж. Мы уже плотно все перекусили, одеваемся. И уже сейчас у нас будет подготовка к началу шоу. Пришло мое время для макияжа. Я взяла свой спонж, потому что я не доверяю массовым продуктам. Вот здесь вот делают тон в девушке, а вот там уже отдельно глаза. Так что это наша большая команда. У нас через час уже начало. Сейчас полный препаринг, и в шесть открывается дверь для гостей. И в семь уже все, закрываются двери, начинается шоу. Я все еще здесь. Очень рада снова вообще оказаться на сцене в качестве артиста. Блин, это такие классные чувства вообще, обалденные. Я прям кайфую, правда. Самое время узнать, да? Мы с Аллой просто главные змеи в нашем коллективе. Нет, у нас же тоже такое. Макияж готов. Я тоже, в принципе, у нас уже, наверное, минут через двадцать начинается шоу. Переодеваемся, повторяем еще раз номера. Так непривычно мне с нарощенными ресницами вообще. Не с нарощенными, а наклеенными. Это так странно. Ну ладно, надеюсь, образ того стоит. Уже стадия прически. It's for my video vlog for YouTube. Так, все, двадцать минут до начала. Так, все, двадцать минут до начала. Так, все, двадцать минут до начала. Небольшого закулисья. Так, у нас сейчас перерыв. Мы станцевали, первый номер станцевали. Классно. Осталось еще два номера и, в принципе, едем домой. А через неделю у нас два шоу подряд будет. Наше расписание. Наш номер общий одиннадцать минут шоу. Прикиньте, следующий номер у нас семь минут и далее шесть. Я очень довольна. Мне прям понравилось ощущение на сцене. Так, все, позади уже два номера. Остался финальный. Третий. Шикарный костюм. И едем домой. Ура! Шикарный костюм. Ура! Мы закончили. Блин, прикольно так вообще было. Я получила безумное удовольствие на самом деле. Повставляю сейчас кадры из записи. Играет музыка. Играет музыка.